Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, сегодня с самого утра, как я люблю говорить, я решила принарядиться, отводила Данечку в сад. Вся в белом, вся в розовом и в Падую выглядела точно так же. Сегодня приглашаю вас снова в Падую. Сегодня солнечный день, хотя достаточно прохладно. Опять, насколько прохладно? Сейчас вы все увидите сами. Некоторые стритстайлеры, возможно, устав от затяжной зимы, тоже решили надеть более яркую обувь, добавить более яркие краски в свой гардероб. Открыли щиколотки, хотя было очень-очень прохладно. И действительно, выглядели очень хорошо, выглядели очень даже по-весеннему, хотя, кстати, на этой сеньоре пальто Мануэла, знаменитое пальто Мануэла Максмара. Но некоторые все-таки решили пока еще не оставлять, не убирать зимний гардероб и одеты и выглядят очень и очень по-зимнему. Поэтому сегодня мы снова увидим очень-очень разный, разнообразный стритстайл. На витрине здесь мы видим любимые итальянками, в особенности анималистичный принт. Это питон и это дисклави, так же, как куртка-косуха. Это обувь, эта обувь достаточно дорогая. Это я просто к тому, что недавно делала обзор и хотела сказать и показать, что не только недорогая обувь, вот такая бывает яркая, но и дорогие производители, дорогие фирмы, дорогие модные дома тоже предлагают нам украсить себя анималистичным принтом. На этой витрине, эта пинка, я хотела обратить внимание на черную джинсовую рубашку. Я очень люблю джинсовые рубашки. Они очень-очень хорошо дополняют любую, любую компоновку. Деним любого цвета, насыщенный голубой, нежно-голубой, либо цвет индиго классика, либо вот такие черные, черные рубашки, они прекрасно вписываются. Они очень хорошо сочетаются с жакетами, даже с пиджаками. Они хорошо сочетаются с пулловерами, с кардиганами. Обратите внимание, это очень нетривиальный прием. Но и здесь я снова сделала небольшую подборку, хотя я, что называется, поздно спохватилась. Я увидела отчетливо, как много кроссбэгов, кроссбодибэгов, потому что они, по всей видимости, стали очень популярны. Я их вижу постоянно на итальянках, я постоянно обращаю внимание, как очень красиво, что называется, режет силуэт, разделяет силуэт кроссбэг. Сегодня будут мамочки с колясками, которые очень классно выглядят, на мой взгляд, благодаря вот таким кроссбэгам. И посмотрите, огромная вариация, что ремней, самих ремней, они могут быть цепочка, может быть кожаный ремень, как в данном случае, может быть смешанный ремень и цепочка, и кожаные вставки. Но и сам кроссбэг, он разный по размерам и разный по объему. Бежевое пальто на мужчинах. Мне придется, наверное, разделить весь видео отснятый материал на несколько роликов, но обратите внимание, снова бежевое пальто, это герой стрит-стайла. Дорогие зрители! Я сделала для вас подборку, на мой взгляд, очень и очень итальянской обуви. Она вся на скидках, вы сможете прицениться. Это знаменитые сапоги, я много раз их показывала и рассказывала, как итальянки их носят. Это все вариации на тему мужской обуви. Я постаралась заснять обувь с ценами, чтобы вы могли посмотреть, сколько подобная обувь может стоить на скидках. Вот такая обувь уже из летней коллекции, но она полностью повторяет. Вот такую обувь на скидках. Это две разные фирмы. Вы сейчас видите пинка, а до этого был твинцет. Хочу показать вам такие кроссовки, они мне очень не нравятся. Хочу показать вам вот такие балетки, они мне очень нравятся. Я считаю, что это очень элегантно, очень красиво и подходит под любую одежду. Снова с Антони. Знаменитая, опять же, вариация на тему мужских ботинок. Я обожаю такие ботинки, я обожаю лоферы, макосины. Все на мужскую тему. И вот такая, опять же, вариация женских макосин, но, безусловно, за образ взятая мужская модель. Вот так выглядит обувь, расставленная в глубине магазина. Все, видите, достаточно аскетично, достаточно скромно. Итальянки все-таки предпочитают обувь, действительно, богатую фурнитурой. И мне очень нравится вот такой бант. Он сейчас очень часто присутствует на обуви. И обувь стала остроносой. Эти туфли я уже показывала. Они на небольшом каблуке. И они имеют очень выгодное для любой ноги декольте. И, скорее всего, эти туфли я вернусь и примерю. Мне очень нравятся вот такие яркие кроссовки. И хотела вам показать вот эту витрину. Я обращу внимание вот на такую интересную компоновку, когда очень легкий топ надевается поверх другой более плотной блузы, либо даже тонкого шерстяного свитера. Это очень хороший способ обыграть летние вещи. Очень хороший способ использовать эти вещи, когда мы выходим на зимний сезон. Эти полусапожки я тоже вам показывала. А вот такие перепонки мне стали очень нравиться, хотя они все-таки не для каждой ноги. Ну и снова итальянская обувь очень фактурная, очень блестящая. Могу сказать, что эта обувь очень красиво смотрится, когда на нее попадают прямые солнечные лучи, потому что любая вставка, любая деталь отражает цвет. Как вы видите, остроносая обувь вернулась. И могу сказать, что на ноге она смотрится очень и очень красиво. Играет музыка. Ну что ж, дорогие зрители, такой бодрый солнечный стрит-стайл у меня сегодня получился. Люди шакают бодрее и веселее, когда светит солнце. И прежде чем попрощаться, мне бы очень хотелось прокомментировать момент, который очень и очень часто возникает в комментариях. Это тот простой факт, что очень часто мне пишут, Яна, вы снимаете в центре города, где все хорошо выглядят, где все беззаботно передвигаются. Это действительно так. Я встаю в центре города, в районе дорогих магазинов. Во-первых, потому что там свет очень хорошо падает. И могу сказать, что это совершенно логично. Безусловно, в красивой части города, где все предназначено для того, чтобы совершать прогулки, возможно, неспешие прогулки. Все предназначено для того, чтобы мы не просто гуляли, а гуляли нарядными. Безусловно, когда я сама передвигаюсь на общественном транспорте, в последнее время это случается очень часто, это очень и очень удобно. Я одеваюсь несколько иначе. В общественном транспорте, если я знаю, что мне предстоит ехать, я не буду надевать, не буду в это утро наряжаться в те брюки, шерстяные брюки, которые, возможно, нельзя стирать, и им предназначена только химчистка. Я, возможно, не буду использовать светлое пальто, потому что я много раз видела, как подростки ставят свои рюкзаки, которые где только не бывают, на те сидения, на те кресла, на которые потом садятся пассажиры. Я видела, как они ставят свою обувь, точнее, свои ноги в обуви, но просто потому, что, наверное, эти подростки, возможно, им не хватает воспитания. Это реалии жизни, это реалии общественного транспорта. Поэтому я сама, будучи человеком, который очень любит красиво одеваться, когда передвигаюсь на общественном транспорте, все-таки выгляжу несколько иначе, потому что есть обстоятельства и есть обстоятельства. И, опять же, все-таки целью моих видео не просто показать и восхититься итальянками либо итальянцами, а показать прежде всего, как можно красиво одеваться. Возможно, многие зрители, я на это надеюсь, найдут вдохновение. Зрители любого возраста и любого достатка найдут вдохновение, как можно компоновать одежду прежде всего. И, в общем-то, это и есть цель моих стритстайлерских видео. Не как унизить одну нацию и, допустим, повысить и восхищаться постоянно другой нацией. Я уверена, что люди, которым нравится красивая одежда, которые увлечены модой, они, независимо от того, на каком языке говорят и в какой стране проживают, они умеют красиво одеваться, просто потому что они любят это делать. Я желаю всем своим зрителям хорошо выглядеть, вне зависимости от температуры за окном, вне зависимости от той страны, в которой мы находимся, вне зависимости от того, передвигаемся мы на общественном транспорте, на велосипеде, либо на личном автомобиле. Я желаю всем выглядеть хорошо, классно и стильно, прежде всего, когда вы чувствуете, что сегодня это именно то, что вам нужно. И я думаю, что уже очень многие зрители, которые постоянно смотрят мой стритстайл-видео о моде с улиц, прежде всего о моде с улиц, прекрасно себя представляют и убедились в том, что для того, чтобы хорошо выглядеть, не так важно, сколько денег мы тратим на нашу одежду, сколько важен вот этот фэшн-задор и фэшн-смелость, и прежде всего желание красиво одеваться, прежде всего желание нарядиться сегодня, здесь и сейчас. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok